Кстати, это может быть хороший способ предложить ребенку чтение, потому что после таких иллюстраций, конечно, хочется почитать о чем, собственно говоря, эти рисунки. Ну давайте на другую тему поговорим. В воскресенье прошел фестиваль «Антон тут рядом», и там было сразу несколько концертов авангардной музыки. Среди них было редкое для нашего города выступление выдающегося музыканта, композитора, философа, мыслителя и теоретика музыки Владимира Мартынова. Мы не упустили возможности взять у него интервью, интервью о новой музыке 20 века, об отказе композиторов от мелодичности, о том вообще, как возник рок, кто такие минималисты и что нужно современному слушателю. Представляете, сколько вопросов мы успели задать? Новая музыка появилась, так она и называлась, но и мюзик, это Шонберг, Стравинский, это нововенская школа и так далее. Но после этого произошел вообще кризис всей композиторской музыки. И вот эти многообещающие инновации, которые Шонберг говорил, что музыка еще продержится, там немецкая музыка сто лет, эти вот радужные надежды не оправдались, потому что в 70-е годы все композиторы авангардные, они почувствовали кризис. В этом нет ничего такого, может, плохого, потому что на сцену вышли новые музыкальные практики, рок и все, что из него там, нойз и эмбиенки. Мне кажется, что будущее и настоящая музыки, оно связано как раз не с композиторской музыкой, а с некомпозиторской музыкой. Академическая композиторская музыка, она все сделала для того, чтобы мелодию разрушить, начиная там Шонберг, Новая Венция и Штокхаузен и Буллест. Но, может быть, вот именно в силу вот этих каких-то фундаментальных и глобальных разрушений на историческую сцену вот вышел рок, допустим, в поп-музыке эта мелодия всегда как бы сохранялась, вот, но здесь эта мелодия была поднята именно на такие высоты, как бы сказать, вот, вполне сравнимая с агадемической музыкой. Дело в том, что минимализм – это вот последнее направление, как говорится, композиторской музыки в 70-е годы. Вот после этого, собственно говоря, не было никакой идеи. Есть минимализм как направление современной музыки, а есть минимализм как естественное состояние музыки, потому что весь архаический фольклор, все макомы, это практически все минимализм. Только это надо понимать минимализм не как направление, одно из направлений современного искусства, а как возвращение к такой архаике. Действительно, может быть, надо в какой-то степени музыке вернуть музыку, действительно, потому что музыка все больше и больше превращается, в общем-то, в продукт потребления, ну, как и вообще все нас окружающее, да, и вот изъять ее из этого круга оборота предметов потребления, вот, наверное, вот какая цель. Это очень трудно сделать, потому что мы живем в обществе все-таки потребления, и тут идти наперекор как бы всем таким фундаментальным тенденциям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова